Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и сегодня я, наконец-то, по многочисленным запросам, снимаю видео со своей родной сестрой Полиной. Всем привет! Сегодня мы подготовили друг для друга каверзные вопросы, то есть узнаем друг о друге как можно больше необычной информации. Это видео, я думаю, можно назвать даже было или не было, потому что в начале каждого ответа на вопрос мы должны будем говорить, происходила с нами такая ситуация или не происходила. В общем, мы надеемся, что вам понравится. Я приготовила для Карины вопросы, на которые она стопудово не хотела бы отвечать, поэтому я боюсь, что она мне приготовила такие же. Ну, я тоже, знаешь, Полин, такие нормальненькие вопросики подготовила. Слушай, может, не будем это снимать? Да-да-да, может, пойдем уже, все. В общем, мы надеемся, что это видео вам все-таки понравится, мы будем стараться. Оставайтесь с нами, давайте наберем под этим роликом 50 тысяч лайков. Узнавайте информацию о нас тоже вместе с нами, потому что может быть, что в этом ролике будет что-то супер-мега-каверзное. А также подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. А также нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми, ничего не пропускать и смотреть премьеры. А также я не могла вам об этом не сказать, я думаю, что вы сами заметили, что качество этого ролика поменялось незначительно сильно, но поменялась моя камера, прекратила, да, старая, работать. Она, ребят, вы не представляете, как она вчера пришла такая вся крутая, начала нам хвастаться за свои новые камеры. Да, я так обрадовалась, вы просто не представляете, у меня были такие невероятные эмоции. В общем, я купила себе новую камеру и скоро я уже ее так настрою, что будет заметен результат. Я просто не до конца с ней сейчас разобралась, надеюсь, что мы снимем это видео не в помойку и что все-таки там со злуком и со всем остальным все будет хорошо. В общем, это пробное видео и если вы его видите сейчас на YouTube-канале, то значит все прекрасно! Ну а мы теперь уж точно можем начинать. Да, поехали! Ну что ж, давай тогда, Полина, ты начнешь первое со своих вопросиков. Мы, кстати, их написали в заметках, надеюсь, что Полина там никакого дерьма не понаписала. Нет, нет, не показывай, будет неинтересно. Ребята, первый вопрос на самом деле... А, нет, я задам первый полегче. Было ли такое, что ты с кем-то дралась? Ну, знаешь, да, в принципе, такое происходило и давай в начале каждого вопроса отвечать, было или не было. Да, у меня такое было, у меня происходили какие-то такие драки, но не серьезные, без каких-либо травм. Я думаю, если сейчас мое видео смотрят те зрители, которые смотрят практически каждый мой ролик, то я в одном из видео рассказывала, что да, действительно присутствовала драка. Да, но это было в начальной школе, так что это не так уж и страшно. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Хорошо, что у меня в начальной школе никакого не было. Да, ну ты ни с кем не дралась, скажи мне, пожалуйста. Нет, я ни с кем не дралась. Ни с кем? Нет. Точно-точно? Точно. А, враги, у тебя есть в школе? Ну-ка, ответь ко мне на этот вопрос. Тех, кого ты терпеть не можешь, не можешь, как я с каким-то, знаешь, блогером, с которым не лажу. Ну, есть очень токсичная подруга у меня, прям крыса-крыса, я так, ну, я не дралась ни с кем. Ну, естественно, что ты не дралась. Она как-то обзывала тебя или ты ее? Было такое? Это же все-таки видео у нас такое, кавер, знаешь? Было, было, да. Было? Лицо? Ага, нифига ты. Она не в лицо, а я в лицо, она боится в лицо. Ну, да, конечно, я точно такая же. Потому что, если меня действительно обижают, я могу все высказать в лицо. Итак, дальше мой вопрос, Полина. Интересно, что же такое я для тебя подготовила? Тебе интересно? Мне страшно. Так, 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 ну что ж. Первый вопрос. Был ли у тебя парень? Так и знала, блин, Карина. Самый часто задаваемый вопрос. Я не хочу. Давай, давай, не смущайся, Полина, отвечай на вопросы. Короче, а сначала, в начале предложения мы отвечаем, было или не было? А я не знаю. Так что тянуть не надо. Можно сказать, что было, да. Ага, Полина. Нет, мне был симпатичен мальчик, это было в классе третьем. И он мне, короче, носил всякие подарки. Рюкзак поди за тебя тоже таскал? В первом классе мне мальчик таскал рюкзак, но этого не было. А тот, про кого ты сейчас рассказываешь? Тот, про который я сейчас рассказываю, он мне всякие подарки дарил в столовке, покупал булочки. Да, это так мило. А так, ну, типа, не было такого, просто симпатия. Ну, в смысле, отношений не было. Отношений не было, но взаимная была симпатия. Симпатия, да, друг к другу. Все, я поняла. А у тебя, скажи-ка мне, Карина, была в начальной школе симпатия? Ой, слушай, наверное, да, мне кажется, что у каждой девочки или у каждого мальчика была какая-то симпатия в начальной школе. Я вообще любила приглядываться и люблю до сих пор к мальчикам, но сейчас не так уж, знаешь, сильно, потому что есть человек, который мне в данный момент симпатичен. Ой. Но все равно, да, в начальной школе был мальчик, который мне, да, нравился, я даже за ним бегала и в личном дневнике об этом писала. Кстати, ребятки, если вы не видели... Я читала. Да, Полина читала мой личный дневник. Это, кстати... А, ты знала. Ну, я знала, да-да-да, я думала, ты в Тихоряпаде тоже читала что-то. Да. В общем, в этом личном дневнике я писала всякие истории про этого мальчика, как он меня обижал, что нету взаимной любви. К сожалению, да, была не взаимная симпатия. Давай обнимемся на прощание. Ты помнишь? Полина, давай без подколов ты. Это, вообще-то, мой личный дневник, хватит. Ну, извините вы. Слушай, это хорошо, что все-таки у тебя личного дневника нет. Я бы сейчас тоже такое тут озвучила. А есть вообще-то. Есть? Да. Ребятки, мы в этом видео узнаем и узнаем новую информацию. Как оказалось, у Полины есть личный дневник. Ну, что ж, я буду после этого видео рыться в твоей комнате. Я надеюсь, что что-то найду, конечно, интересненькое. Не найдешь. Найду. Было ли такое, что ты была сильно пьяная? В начале предложения отвечаем, да? Нет, такого не было. Я не была сильно пьяная. Но, естественно, были, знаешь, такие всякие моменты с алкоголем. Я пробовала алкоголь. Было такое, что да, действительно, чуть-чуть пьяненькое. И я не побоюсь этого слова. Но все равно, сильно, чтобы так нажраться, у меня такого ни в коем случае не было. И я как бы это не поддерживаю. Так и я почему задала этот вопрос? Потому что я ее пьяной никогда не видела. Не слышала то, что она была пьяной. Ну, это хорошо. Ну, я не была пьяной. Ребят, я вам скажу честно, бывали моменты, когда я прям танцевала, веселилась там, как-то дурачилась, ну, чтобы нажраться, да, чтобы там бегать, там, я извиняюсь, блевать, там, знаешь, что-то такое противное. Нет, у меня такого не было. И я считаю, что это очень-очень-очень-очень хорошо. Ну, что ж, я думаю, что я ответила на твой вопрос. А ты пробовала алкоголь? Ну-ка. Не скажи. Я у мамы только вино пила, а с ее разрешением, а так нет. С маминого разрешения? Ну, глоточек, я надеюсь. Ну, глоточек. Все, ладно. И так, понравилось тебе вино? Да. Что? Полина! Ребят, посмотрите, рядом со мной сейчас сидит алкоголик. Да почему алкоголик? Тебе понравилось вино? Это со мной сидит алкоголик вообще. Я не пью вообще алкоголь. Ты что, Полина? Как можно такое думать на меня? Ладно, теперь вопрос для тебя. Было ли воровство в магазинах? Воровала ли ты когда-нибудь? Было или не было? Было. Было. Ага, что воровала? Жвачку поди за 2 рубля? Нет, ну не за 2 рубля. Нет, ну, если это за воровство считается, я всегда после школы иду в продуктовый магазин, там, где на развес дают эти мармеладки, оттуда и тырю их. Это нормально, я так всегда делаю. Да, и всегда. И в Ашане один раз я, короче, знаете, на развес дают, короче, булочки такие, которые нужно в пакет складывать и взвешивать. И, короче, подошла и съела просто хлеб этот и все. Да? Кстати, было такое, ну это знаешь, это не воровство. Не было такого, что ты что-то прямо из магазина выносила, типа прятала в кармашек. Ну это да, ну это типа воровство, но не такое уж и серьезное, да? Я полностью согласна, ребят, что это неправильно, ни в коем случае не воруйте, и мы не будем. Это нам нахер не надо, просто мы рассказываем ситуации и узнаем друг о друге информацию. Оказывается, у меня Полина и к мальчику какому-то симпатизировала, и из магазинов воровала. Прекрасная сестренка. И бухает уже. Да, в смысле бухает. Кленишка. Ну ладно, ладно, ладно. Теперь ты давай, задавай вопрос. Было же такое, что ты падала в лужу. Ой, знаешь, что я тебе скажу? Я никогда не падала в лужу, но было такое, что я знаешь, как-то бегала, и брызги на меня летят. Или машина. Она проехала однажды года полтора назад, знаешь, со всей дурью прокатилась, и на меня просто вся эта вода, я стою, думаю, боже мой. А вообще, с лужей ситуация у меня была достаточно смешная, сейчас я вам ее, ребят, расскажу. Мы с моей лучшей подругой, когда ходили в магазинчики, когда она у меня оставалась на даче, Арина, это было лето, мы покупали всякие мороженки. Я купила вот такой вот пломбир на палочке беленького цвета, и мы стоим у магазина, я пытаюсь его открыть, вот эту вот оберточку. И в итоге просто я открываю, и мороженка падает в лужу, знаешь, я стою, и я понимаю, что, ну да, я могу купить еще одну, но все равно мы так долго угорали, это ж каким нужно быть просто рукожопом, я не представляю. Ну что ж, теперь я. Было ли такое, что ты брала что-то из моей косметики больше десяти раз без спросу? Ну знаешь, я не считала, но это точно больше десяти раз, да. Полина, было или не было? Было. Ой, мне пора уходить отсюда. Что ты брала? Ну-ка, ребят, посмотрите, человеку одиннадцать лет, и она уже тырит у меня косметику, ну ненормально это, Полин, офигевший человек. Так у всех, мне кажется, младшая сестра всегда у старшей что-то тырит, это абсолютно нормально, потому что... Нет, это не абсолютно нормально, Полина, нет. Вот, это были тени, там всякие вот эти вот хайлайтеры. Тушь, поди, блеск для губ, да? Нет, это у меня своя, слава богу. Да, это, которую я тебе подарила. Нет, нет, но у меня есть своя косметика, ее очень много, но просто у нее она такая качественная, мне же интересно на себе ее попробовать. А спрашивать нельзя? Карин, можно я возьму? А не пока я там, знаете, с друзьями гуляю, она берет косметику, я прихожу, там все расхерачено. Было ли такое, что ты плакала из-за мальчика? Да, было. Именно из-за мальчика, нет, ну раньше. Из-за мальчика, то есть не из-за парня. Короче, рассказывай. Из-за мальчика, которого я не была влюблена? Такой вопрос, или который мне нравился? Который мне нравился. Который нравился, ага. Ну, естественно, у меня была куча моментов, когда мне нравился мальчик, я прям убивалась, плакала, страдала, это не связано, знаешь, с последними случаями, хотя из-за этого тоже как бы убивалась. Не один раз, вот с Андреем, то, что мы расстались, а вообще у меня был мальчик, как первая любовь, и я прям так улюбилась, как маленький ребеночек, и я прям, Влад, да. И я прям плакала, капец, просто я сходила с ума. Я помню, был такой случай, Карина лепилась полимерной глиной, и она опять заревела из-за этого Влада, и мама, типа, заметила, ну, она сказала, что если мама заметит, то скажи ей, что я посмотрела. Ролик с собачками. Да, и я прям это запомнила, я помню, как я, типа, мама говорит, а что Карина платит? Ой, она опять свои ролики с собаками смешивает. Да, я помню, что я еще очень часто плакала из-за того, что смотрела, знаете, какие-то видосы про собак, типа, вот была такая бедненькая собачка, ее вымыли, и с ней все хорошо, но я все равно, типа, из-за этого плакала. Полина это видела, и из-за Влада, когда приходила, знаете, домой, типа, блин, он мне так нравился, просто капец, девочки, вы не представляете. И я говорю, Полина, если мама заметит, из-за что я смотрела ролики про собак. Короче, вот такие дела. Ну что ж, теперь я. Следующий вопрос. Вырывала ли ты листы из школьного дневника, чтобы скрыть от мамы там что-нибудь? А, да, я вырывала, но мы сейчас не пользуемся дневниками, но это было во втором классе, и я вырвала листок там, где было написано, нет физкультурной формы. Да? Ну, естественно, ты была ребеночком, я тоже очень часто вырывала, и я помню вот тот ролик, ребята, предпоследний, что ли, который я выкладывала с боксом, который я себе положила, типа, Там был мой дневник школьный за пятый класс, и там просто 10 листков от силы, и это просто шок, я так часто вырывала листок, часто что-то исправляла, я прям была хулиганкой, вы просто не представляете, так любила пакостить и делать всякую дичь, это просто трэш. Ставь лайк, если ты тоже вырывал лист из дневника. Было ли такое, что ты слушала музыку на улице через колонку? Да, у меня было такое, это было в Челябинске, когда мы гуляли прям по улице, и что-то включали на колонке, и я прям запомнила один момент из своей жизни, когда я выхожу вся в белом, в белом топике, в белых штанах, в белой кофте, и родители сидят у подъезда, я уже на колонке в руках включила себе какую-то матершинную песню, и родители такие, о боже мой, Карин, тебе 13, и сколько мне было, 12 лет, и песня с матом такая, не помню, что это. Тогда я, по-моему, слушала Эндешпиль Мияги, что-то такое, прям вообще капец. Это что за имя? Аниме какого-то? Нет, ты Каспийский груз еще слушала, но тебе не понять, ты этого не слушала, я уверена. Короче, я слушала какие-то прям вот такие грустные песни. Такую яркую картинку рисую тебе, что-то там, пластинку, таратат. А я сейчас ее слушаю из-за того, что ты ее раньше слушала. Да? Короче, что-то такое, если вы знаете эту песню, просто напишите об этом ниже в комментариях, я просто давно ее не слушала. Всем, кому есть 16, точно ее знают. Да, кстати. Следующий вопросик. Было ли такое, что ты болела в важный день? Прям вот тебя позвали на день рождения, и хоп, и ты заболела. Да, да, да. Расскажи. Меня, короче, когда мы еще дружили с той токсичной подругой, про которую я тебе говорю, она меня вызвала на свое дыре, и я такая, типа, ой, я, конечно, приду, да, я тебя очень люблю, я тебя приду на дыре. Я уже ей подарок уже завыбрала, и все. И заболела? Да. Нифига. Было ли такое, что захотела себе забрать уличного животного? Ну, естественно, я любую бездомную собачку, когда вижу, то есть, да, было. Или котенка, знаешь, какого-то маленького, мне охота забрать всегда, но я понимаю, что, как бы, я не могу, во-первых, потому что у меня дома есть собака, во-вторых, она не примет никаких других животных, в-третьих, родители против, в-четвертых, втихаря я этого делать не смогу, в-пятых, у меня, хотела сказать, аллергия на кошек, но, по-моему, она уже давно закончилась. У меня была аллергия, да, на кошек, в общем, такие вот дела. У меня сейчас на хомяков аллергия. Да, у меня аллергия, только она несерьезная, еще на морских свинок, когда я беру их в руки, у меня покрываются руки волдырями, знаешь, такими прям точечками-точечками, и все чешется очень сильно. Разве я не видела, когда у тебя морская свинка была? Я когда расчесывала ее, у меня прям вообще капец, какая аллергия началась, и поэтому мне пришлось ее отдать. Ну и последний вопрос, Полиночка, который я тебе задам, и жду развернутого ответа. Было ли такое, что тебе не нравился мой маникюр? Не, на самом деле не было, потому что мне все твои ногти нравятся, но сейчас, блин, ты сделала их. Еще длиннее, посмотрите на ее просто мизинец. Да не смешно, ну хватит. Ребятки, посмотрите, да, действительно, вот мои ноготочки. У нее мизинец размером с сам палец. Но я привыкла к длинным ногтям, я не знаю, как это доносить до моей аудитории. Короче, она, я помню один случай был с ее ногтями длинными. Мы, короче, на дачу ехали, она еще не достроена, и она купилась из соленых огурцов, а мы забыли купить вилку. Я такая говорю, мы уже едем из магазина, и я такая, Карин, ты вилку забыла купить, как ты будешь есть свои огурцы? А она такая, ногтями. Да, ногтями. Продолжаем, ты понимаешь, ногтями? Да, я так спокойно ответила, типа, ногтями, ну а как, типа, просто достать малосоленый огурец моей длиной ногтя, это очень просто, знаете, просто проткнул огурец и все. Или вот так вот. Это очень странно и убого, но все равно это капец, как смешно. Ладно, ребятки, это было все видео, и мы надеемся, что оно вам понравилось. Надеюсь, вы тоже с нами поугарали и узнали о нас очень много нового. Спасибо вам огромное за просмотр, не забывайте поставить лайк. И напишите ниже в комментариях ту информацию, которую вы о нас не знали, но узнали в этом ролике. Спасибо вам огромное, пишите ниже в комментариях, какой ролик вы еще хотите видеть с моей сестрой. Я вас безумно люблю, и Полина тоже. Всем пока. Пока. Пока.